Зай, иди кушай. Угу, еду. Это чё? Пюрешка. Не буду есть твою еду, она невкусная, не солёная, одно и то же, и вообще ты готовить не умеешь. Ты чё, я? Бессмертный что ли? Да ладно, я пошутил. Чё, охренел? Так, не надо мне здесь душнить, я знаю, что это постанова. А в каждой постанове, понимаете, она из жизни взятая. Любая постановка, это случай из жизни. И что мы здесь с вами наблюдаем, друзья? Правильно. Опять доминация самки над самцом. Опять мужчина на втором плане, на вторых ролях, женщина это лидер. Каким образом проявляется? Да то, что вот он, не понравилась ему еда. Не хочу, сказал, я буду есть твою еду. Не вкусно ты готовишь, не досолила, не доперчила. Вместо того, чтобы женщина приняла своего мужчину как лидера, так, и сказала, ой, извини, дорогой, давайте досолю там, или в следующий раз исправлюсь, или я, естественно, изменюсь и буду стараться готовить вкуснее, она показывает, что я просто-напросто буду наносить тебе увечья, вредить твоему здоровью и угрожать твоей жизни. Ну, шутка, понятное дело. Но ведь через эти шутки доносится посыл, взаимоотношения между полами. Да, это может быть разное. Это может быть научная литература, это может быть кинематография, да? А могут быть вот такие вот иронично-постановочные ролики, где людям объясняется, как правильно себя нужно вести в отношениях. Здесь мы видим, как правильно.